Есть такой у нас активист, он ученый, Александр Водянин, очень известный, он у нас в 90-е годы, в начале 90-х, занимался благоустройством в городе 90-х, потом он возглавлял всякие общественные организации, он работал директором ботанического сада РДУ еще, ЮФУ нынешний. И он, вот просто криком кричит, что нашему городу, вокруг города надо сделать зеленый пояс, чтобы у нас город был защищен, чтобы у нас провели научное исследование с помощью спутниковых снимков по поводу распределения температуры в городе, какая у нас температура в городе, и чтобы у нас высаживали деревья в соответствии с реально продуманным планом, потому что деревья, они своими листиками создают микрозавихрение, когда ветер дует, и температура снижается. То есть, она снижается не из-за того, что дерево создает тень, а из-за того еще, что дует ветер, микрозавихрение тоже приводит к снижению температуры. Есть примеры городов типа Леон, когда они смогли в городе среднюю температуру снизить на 5 градусов. Они все закатали в асфальт, а потом осознали, что жарко им, и начали сажать деревья. Снизили на 5 градусов, понимаешь? То есть, это как происходит? У тебя город нагревается, где-то застаивается воздух, воздух горячий, он никуда не может уйти. Ну, люди пометают. Просто умирают люди, потому что такая температура невыносимая становится. Мы можем, конечно, под гондиционерами сидеть, но не все. Поэтому очень важный проект для города. А сколько стоит спутниковое следование по спутниковым снимкам? До копейки. Для начала это будет копейки. Ну, просто оценить, пока карту составить этого всего и посмотреть. Потом, в соответствии с этими снимками, надо делать план строительства домов. Не только деревья сажать, но и домов. Водянин говорит следующее, что у нас в городе самая главная река – это Кемерник. Она проходит через весь город. И, естественным образом, эта река является таким вот охладителем воздуха. И если застраивать реку Темирник вдоль берега, или реку Дуон вдоль берега, то этот воздух с реки не сможет попасть и по улицам вот так вот пройти и охладить город. То есть он говорит, что застройку надо делать в соответствии вот еще и с этим. То есть он вот этот эколог, да, как ученый, объясняет еще такие вещи. Его в Ростове не слушают, вообще никто. Он там в Москве поболтался какое-то время, там в каких-то там комиссиях посостоял, еще-еще. А сейчас он советник мэра города Краснодара по экологии. То есть у нас город Краснодар на самом деле растет безумными темпами. Они объявили, что их миллион. Скоро будет переписи, мы точно узнаем, обогнали они Ростов или нет. Ну и у них те же самые проблемы, что и у нас. И водяник эти проблемы решает там, потому что там его слушают, а здесь его не слушают. Почему там слушают, а здесь не слушают? А нашим чиновникам здесь не надо никого слушать, они сами все знают. Думаете, они отличаются, чиновники, там и здесь? Чиновники, я думаю, чиновники мало отличаются, но руководить их отличают.